друзья привет сегодня 24 февраля хочу проверить один лайфхак о нем я слышала уже многократно но ни разу не проверяла вот тут у меня бак с водой лайфхак о чем как очистить сковородки кастрюли привести в надлежащий вид чтобы все блестело все было как завода чистенькая новенькая блестящая красивая я дождалась когда закипит вода баке чтобы начать съемку сейчас покажу посуду которую я буду чистить я любезно одолжила у соседа вот такую вот терку смотрите какая она он уже в пакет ее собрал чтобы выкидывать также он спалил кастрюлю вот смотрите кастрюля какая но она не дырявая я бы давай попробую может еще тебе она послужит там макаронки какую-то крупу сварить вот такая вот крышка вот видите вот такая вот не пойми какая сковорода он брал ее на работу резаком говорит я ее прожигал ну не знаю вот ручка вот такая вот он видите это вот моя сковорода тоже сейчас проверим испортится не испортится посуда все будет на ваших глазах мне самой интересно потому что слышать то я слышала разговоры что вот женщина старше меня она говорит что и моя мама также это делала ну просто мне стало любопытно почему бы не попробовать что для этого надо вода кипит нужно стакан соды кальцинированной сейчас я ее насыплю в стаканчик и отправлю в воду такая вот видите она во всех хозяйственных магазинах есть тут немножко уже камера подзапотела такой вот стакан соды кальцинированной высыпаю в бачок сразу тишина такая так дальше что я делаю два вот таких вот пузыречка клея канцелярского клей канцелярский он по 16 рублей недорогой вот сейчас я его сюда и выдавлю так вот пузыречек один первый пошел второй пузыречек второй пошел ну размешаем ну я думаю что пора уже наверно складывать туда хозяйство все это так так терка так вот кастрюля так наверное надо терку поставить положить не по стрелу так сейчас я переделаю все так сковородка вот это что-то у меня ну пока пусть так стоит тут уже такие хлопья немножко вот так вот видно да пар идет ну видно видно что хлопья так я еще вот эту вот крышку не отпустила даже вот сейчас задела потёрки шумовка и чувствуется даже вот как отваливается грязь короче говоря надо прокипятить 5 минут я сейчас прикрою крышкой особо не парила и через пять минут посмотрю что там произойдет так друзья мои прошло около 10 минут сейчас буду потихонечку все доставать начну с терки ну то что поближе повыше вот такая вот терка смотрите ка она на самом деле отмылась сейчас я включу водичку все легко отмывается вот то что там осталось вот какие-то капелюшечки сами видели что там было вот легким прикосновением тряпочки смотрите она опять сверкает и снаружи и внутри даже какая-то или ржавчина была или сейчас водичку сделать потише или ржавчина была или так столько грязи было вревшийся даже вот во всех швах все чисто она только немножечко такая мыльноватая сейчас я ее потру везде тряпочкой пройдусь вот смотрите все терка абсолютно новая чем не красота так терочка прошла тестирование лохака очень хорошо на пятерку на твердую все вот даже вот 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 везде все вот смотрите ну тут уже что-то было такое видите все чистота блеск так дальше у нас что пойдет что у нас сверху лежит так крышка вот так бывает ой горячо так сейчас немножко надо остудить вот этот вот верх это вот торчал из воды он не был самой воде в растворе это смотрите хорошо отмылся даже от пара ну глядите ка вот то что не отмоется можно немножко вот так вот или поскоблить или еще раз отпустить туда все прекрасно тут уже наверно настолько въелась да тут щетка металлической или просто еще немножко подержать вообще-то вот отмывается ногтем как красиво так только вот здесь вот что-то мне не нравится одна сторона торчала из воды все-таки будут много много видите желтая вот оно отходит но можно бросить да немножко так вот еще сейчас я отпущу еще минуточек на 5 это сторона вообще видите прям блестит сверкает а вот тут вот вот эти краешки желтые видите этот лампа так у меня так вот еще надо пущу на пять минуточек и посмотрю что у меня там следующее так вот у шумовки у меня немножко была ручечка такая захватанная вот тут все тоже идеально все ручка это так рисунок был это не грязь вот в этих местечках тоже бывает накапливается так дальше так сковорода честно говоря я не знаю какая она была в первоначальном виде сковорода не моя вот тут очень много толстый слой прям ой я думаю что я нам еще и туда запущу так я чесно что она возьму вот смотрите вот видно как это все легко легко ножом можно срезать настолько здесь толсто сейчас я постараюсь большую часть срезать и положить еще как по маслу все замечательно просто замечательно так и вот здесь боковушки тоже большую грязь сейчас оставлю так и опять отправлю ну тут смотрите-ка светленькое что-то вот проклевывается мне даже уже интересно так большая грязь так все соскоблила отправляю снова в воду сейчас покажу вам сколько скребла грязи видите это легко легко было сделать сейчас я уберу и посмотрим ту прожженную кастрюлю которую сосед уже несколько раз просыпал с продуктами там я не знаю то ли мясо варил то ли чего то там короче готовил усыпал придется работать поставить мясо варить и уснет вот вся вся говорит уже все она не нужна я купил новую так ой вот смотрите внутри практически ой сейчас я чтобы парни шоу практически он все отошло так здесь тоже тут надо все помыть легко все отмывается тоже легкой тряпочкой такой мягонькой сейчас также я ее эту грязь большую смолу вот здесь у ручек здесь очень много было прям как наварилось что-то туда так вот здесь вот вот все видите тряпкой отмывается прям красота как пасло сходит вот здесь вот немножечко пройтись ну я зубочисткой допустим такие места здесь мою под крышками вот тоже зубочисткой все не набивается грязь так ладно ничего здесь все сейчас я еще разочек отправлю вот смотрите сами видите это еще кастрюлька может послужить отправлю туда вместе с крышкой так ну пока я отключусь немножечко пройдет времени я снова включусь так прокипела у меня еще десять минут посуда крышка кастрюля там все сковорода сковороду я доставала и ровно столько же грязи нагара я начистила и опять отпустила добавила еще где-то полстакана соды кальцинированной вот а это вот то что я не могла очистить вот теперь легко смывается все видите все краешки вот эти вот легко пальчиком раз 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 все свет не поменялся все блестит все прекрасно так дальше кастрюля вот которая горела тоже легко вот здесь смывается так около ручек вот это место вот это место так ножом здесь все прекрасно отходит грязь здесь тоже все нормально краешки вот эти вот сейчас пойду с ножом не знаю будет сосед им пользоваться кастрюлей ну вот такой вот можно овощи наверное варить и рис допустим там пакороны вот тут вот тоже вот все легко отмелось все с этой стороны ну прям не до идеального что прям тетечка в тетечку ну помыть посуду запущенную можно здесь короче вот так видно что она горела так где тут вот видно что она горела так сейчас вот эти ручки еще почищу немножко это уже видите все легко отмывается лучше если совсем вот так вот придираться каждой точечке я думаю все прекрасно вот все замечательно какая была кастрюля и какая она стала теперь ну вот так дальше внутри тоже не отмывается так а если я попробую пищевой содой немножко так вот сыпануть так и металлической щеткой так и металлической щеткой просто мне хочется максимум всего этого очистить но нет все равно и металлической щеткой пищевой содой нет это уже наверное все это наверное уже не очистится вот сейчас покажу ну вода грязная черная все вот так вот это вот по максимуму отмывается ну и что и пусть еще пользуется благое дело я сделала ему вот короче две вещи отмытые сейчас еще варится сковородка пусть еще пройдет какое-то время и я вам покажу такая вот грязнущая вода хлопьями не знаю как кофе цвет тут пар идет даже не знаю как показать вы видите сами что вода очень-очень грязная сковороду я варила почти час ну и и принципе си воду поменять и снова залить туда клей и соду кальцинированную то сковороду можно спасти сейчас покажу что получилось это вот убитая сковорода это все вот и отскабливала отскабливала трижды так вот и одни когда て так и так вот все так и м п